В отсутствие реальных новинок, АвтоВАЗ вынужден выпускать одну спецверсию за другой. Так, сразу три модели под брендом Lada заполучили черные варианты исполнения. В Вести и X-Ray перепали черная окраска крыши и зеркал, двухцветные колеса и фирменные логотипы на оконных рамах. В салоне присутствует комбинированная черно-серая обивка сидений и темная отделка потолка. Для Весты доплата составит 35 тысяч рублей, в которые также включена оплата зимнего пакета. Специальный X-Ray обойдется на 46 тысяч дороже стандартного, так как ему вдобавок перепала продвинутая медиа-система. А вот внедорожник 4х4 готов порадовать лишь черным салоном и такого же цвета колесными дисками. Но и доплата скромные 9 тысяч рублей. Volkswagen свернул российские продажи модели Arteon. В российских прайс-листах флагман немецкой марки продержался всего ничего. В начале июня машину представили публике, а в конце октября уже прекратили принимать заказы, распродав первую партию. Теоретически шансы на возвращение Arteon есть, ведь сертификационные документы действуют до конца 2022 года. Но дилеры уверены, что дорогой нишевой модели второе пришествие не светит. Между тем, недавно Volkswagen представил свету рестайлинг своего флагмана. Внешность модели осталась практически нетронутой, так что главным событием стало расширение гаммы версий за счет стильного универсала. Еще один лифтбэк, китайский Jack J7, наоборот, только выходит на рынок. По габаритам пятидверка крупнее Skoda Octavia. Единственный силовой агрегат, связка полуторалитрового турбомотора и преселективного робота. Традиционно китайцы делают ставку на богатую комплектацию. В базе заявлены медиасистема, светодиодная оптика, виртуальная приборка и многое другое. Но цены будут объявлены через неделю-другую. Второй новинкой станет семиместный кроссовер Jack S7, который на родине невозбранно продается под именем X7. Переднеприводному паркетнику полагается более мощная версия того же моторчика объемом 1.5. Новинка только что прошла процедуру сертификации, так что цены станут известны лишь под занавес года. К слову, из сертификатов следует, что обе машины Jack будут привозить из Казахстана, где налажена их крупноузловая сборка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok